Не думал, не гадал, что придется психотерапевтом быть. То, чем я занимаюсь, это психотерапия. Плюс терапия, призванная экономить ваш бюджет. Потому что если мы будем жить богаче, то богаче стану жить и я. И тогда мне не придется в вещах ходить по 10 лет. Хотя, вы знаете, хорошая вещь, она же должна служить долго. Важно за ней следить. Тогда не будет возможности вам получать по башке от вашей супруги. Ну, типа, иди что-то новое себе купи. Потому что семейный бюджет-то пуст. То есть, вот как-то так получается. Если ухаживаем за вещами, они реально экономят нам деньги. И немало. Теперь оказывается, что вещи могут служить не один десяток лет. И даже если вы пролили на них кофе, испортили маслом, просто вы их принесли бы в химчистку. Здесь бы их вам восстановили. И дальше, пожалуйста, вперед из песней. Такая опытная хозяечка. Может справиться с загрязнениями? Ну, к сожалению, нет. Дома не все подвластно нашим рукам. Поэтому вот химчистка. Пользуемся услугами. То есть, после масленицы получилось так, что пришлось ехать сюда? Да. А вы еще шубку на химчистку принесли? Нет, я ее в морозильную камеру. В морозильную камеру? О, так вы еще и заботливая хозяйка? Да, да. Состоянный клиент. У меня даже карточка есть. То есть, а шуба после морозильной камеры, она как у себя чувствует? Вы же наверняка понимаете? Лучше хранится, что мех не портится. И за моллю бегать не надо, правильно? Да, и за моллю бегать не надо. В нашей жизни очень много различных загрязнений, да? И кому-то кажется, что можно дома просто потереть чем-то, каким-то магическим средством, которые купили в магазинчике, и все ототрется. Так ли это на самом деле? На самом деле нет, конечно. Если, допустим, грубо говоря, взять спецодежду, тем более у нас градообразующие предприятия в городе находятся, и очень... Ну, то есть, это проблема насущая у людей. Именно загрязнение техническими маслами, солидолами различными. И чтобы, то есть, не портить машинку дома стиральную, потому что грязь эта вся сходит и остается на барабане с внутренней части. И в дальнейшем, то есть, качество упадет, допустим, в стирке светлых вещей. Поэтому лучше воспользоваться услугами химчистки, так как здесь проходит чистка специальная, агрессивная среда, которая удаляет все загрязнения, то есть, именно как раз вот эти все тяжелые масла и различные загрязнения технические. То есть, надо понимать, что загрязнение вещи, допустим, кетчупом и загрязнение вещи маслом – это две разные вещи? Категории разные, то есть, и для каждых пятен, то есть, пятна делятся, то есть, на классы. То есть, есть танина окрашенная, есть белковые пятна. Также жиры, допустим, бывают растительные, животные, то есть, они тоже снимаются, то есть, очень по-разному. Бывают комплексные пятна, то есть, те же самые соусы, то есть, там и танина окрашенная, пятна входят, масла жиры. Все это снимается, то есть, постепенно, слой за слоем. Поэтому, то есть, все, что рекламируется в рекламе, один порошок удаляет все пятна – это байка. То есть, подожди, подожди, можно об этом говорить? То есть, вы купились на этот порошок, вы купили вещь, вы у Хамы сдали вещь и потеряли большие деньги? Естественно, к этому еще испортили свою же стиральную машину. Тем более, сейчас они электронные, дорогие все. Поэтому, лучше за 100 рублей, грубо говоря, эту рубашку почистить в химчистке, чем потратить эти же деньги на химию, придачу еще и испортить себе машину. Мне этого не понять, потому что Господь дал мозги, благодаря которым я после производственной практики 93-го года понял, что с рабочим классом я буду лучше общаться в неформальной обстановке, нежели в кондейках. Поэтому мои спецовки, ну, курточки и кофточки перевариваются 10-летним Самсунгом. Насос, которого сломался недавно, да я его легко, впрочем, починил. Сэкономим в полторы тысячи рублей. Если у вас нет таких навыков, то байка о том, что каждые 10 минут ломается стиралка, может быть и правда. В любом случае, стиральная машина – это серьезный удар по бюджету, еще не вышедшему на докризисный уровень. Кстати, правительство в очередной раз порадовало прогнозами, из которых в ближайшие 18 лет будет еще пара кризисов, и ловить-то как-то лучшего и не придется. Поэтому совет Дениса Сафина очень актуален. Дружить надо с Химчисткой Лебедь, что на Московской 5, либо с ее филиалами. И очень скоро мы устроим настоящий тест-драйв. Дело в том, что проект Porsche 944 вступает в свою завершающую фазу. Осталось совсем немного – купить заднее стекло и собрать автомобиль. При этом почистив диваны, которые я никогда в жизни за 30 лет и не чистил. И если Химчистка Лебедь, которая расположена здесь, на Московской 5, трамвайная остановка Химчистка, Северный переход, с этим справится, то в авторитетности этого комплекса я сомневаться уже и не буду. Хотя кто может сомневаться в авторитетности фирмы, которая работает уже практически 40-й год? Ибо в Советском Союзе было принято тяжелые вещи, тяжело загрязненные, стирать в Химчистках. Да почему тяжело загрязненные? Тогда же не было ни стиральных машин, ничего. Просто люди жили вместе с Химчистками. И это было очень удобно. Уже сейчас их развилось очень много. Но самые авторитетные и самые опытные только здесь. И это было очень много.